Планета Дзюдо Планета Дзюдо Такое историческое ее начало появилось из-за любви сына Сталина к женщине. Я сейчас зачитаю то, что я нашел в интернете, чтобы это было более понятно. На карте Москвы не так много объектов, возникших благодаря любви. Кто бы мог подумать, что спорткомплекс ЦСКА, будущий олимпийский объект, возник именно из-за светлого чувства Василия Сталина, сына всемогущего вождя, чемпионки пловчихи Капитолине Васильевой. Вот на основе этой любви Василий Сталина принял решение, что здесь будет спортивный комплекс вооруженных сил, на тот момент вооруженных сил ВВС. И самое первое и старинное здание, которое здесь есть, оно находится, вот если мы так развернемся, уже за вот этим разрушенным Ледовым дворцом, там находится самое первое здание. Это гимнастический комплекс, который был построен в 1935 году как ангар для самолета, ну предположительно говоря, для самолета самого Василия Сталина. Но в 1950 году, после войны, он был реконструирован в гимнастический комплекс ЦСКА. И потом началось уже развитие всего этого комплекса. Тут начали строить плавательный бассейн, теннисный форт и дворец тяжелой атлетики. И потом уже ледовую арену, знаменитую ЦСКА, на которой проходили многие матчи хоккейного клуба ЦСКА. Но мы говорим о дворце тяжелой атлетики и о дворце спортивных единоборств ЦСКА. Сейчас он уже, это вот уже последнее здание, которое остается целым в этой руине разрушенных зданий спортивных. И хочется сказать о человеке, который конструировал архитектора этого здания. Я вкратце скажу, а потом будет у нас также в дальнейшем этом видео, в продолжении, будет небольшой рассказ об этом человеке. Это Грии Буущенко Юрий Георгиевич, архитектор проекта. Советский и российский архитектор. Лауреат премии Совета Министров СССР. Член Союза Архитекторов СССР с 1953 года. Заслуженный архитектор РССР. Лауреат премии Совета Министров СССР 1981 года. Почетный строитель России. Почетный академик МААМ. Но расшифровку мы дадим ниже. Итак, это здание было построено в 1970 году. И с тех пор оно приняло не только тяжелоатлетов, но и здесь размещались борцы вольного стиля, греко-римского стиля, самбо, дзюдо, фехтование. Из этих залов вышли многие олимпийские чемпионы, призеры чемпионов мира, Европы, выдающиеся деятели спорта. Ну, в общем, очень такое исторически ценное и духовно значимое место для многих, кто увлекается физической культурой и спортом. Ну, давайте обойдем вот так по кругу. Немножко посмотрим на это здание. Сама архитектура здания, ну, наверное, все-таки как раз олицетворяет 70-е годы. Вот, в таком минималистском стиле оно выполнено. Похоже где-то что-то на здание в Греции, как строились зубы. Давайте будем двигаться дальше. Продолжение следует... Вот, а за спиной вы видите уже оставшиеся кусочки известного объекта инфраструктуры ЦСКА. Это здесь был теннисный корт. Очень тоже исторически ценное здание. Много проходило здесь турниров, тренировок. И отсюда вышли тоже многие известные теннисисты, которые под флагами Советского Союза и Российской Федерации выступали. Но сегодня это уже история. Вот. Но, как известно, историю пишут сильные. Вот. Мы только рассказываем о том, что было. А что будет, посмотрим. Ну, давайте пойдем внутрь. Посмотрим. Сейчас пройдемся по зданию Дворца спортивных единоборств и потихоньку пройдем в зал джюдо. Потому что мы планета джюдо. Итак, давайте заходите. Итак, вот мы вошли в этот уникальный комплекс спортивный. Как я говорил, он основан, он построен в 1970 году по архитектурному проекту Кри-Жущенко Юрия Георгиевича. И давайте пройдемся по коридорам. Здесь уже мы видим, что идет разбор панелей, проводки. То есть уже потихоньку готовы к сносу это здание. Вот. Ну, здесь залы вольной борьбы туда наверх. Дальше пройдем, увидим еще. Вот это тоже очень интересный и известный зал. Зал. Один из залов здесь, это баскетбольный зал. Баскетбольно-волейбольный зал, в котором проводилось много-много мероприятий. В том числе, ну, не только баскетбольных, волейбольных, но в том числе и джюдо, и чемпионаты Москвы, и чемпионаты ЦСКА. И различные другие турниры известные. Допустим, турнир Гулевича памяти. Ну, сегодня вот уже даже вот на той стороне еще буквально там месяц назад висели вот такие вот плакаты герои ЦСКА, вот как здесь, но их уже тоже снимают. Поэтому вот это очень известное и ценное покрытие тоже будет демонтировано. Сколько на нем было сыграно игр, сколько раз на нем складывали татами, сколько раз здесь многие выдающиеся спортсмены участвовали. Ну, вот, это эхо, оно уже практически уйдет в историю. Ну, давайте пойдем дальше, посмотрим залы другие. Вот здесь как раз-таки еще остатки. Здесь раньше висели фотографии выдающихся спортсменов, которые выросли из этого спорткомплекса. То есть дворца тяжелой атлетики или дворца спортивных единоборств, то есть здесь фехтование, бокс, вольная борьба, самбо, хатфандо, кикбоксинг, греко-римская борьба, дзюдо. Ну, и в том числе было, конечно же, в начале и тяжелая атлетика. Вот, ну, давайте идем дальше. Здесь были раньше, ну, как я уже сказал, фотографии. Уже их нет. Они, наверное, ушли в музей ЦСКА. Внизу там расположены раздевалки, были и туалеты, гардероб. Вот, ну, мы туда спускаться, наверное, не будем, а пройдем дальше. Здесь вот мы идем уже по коридорам, как вы видите, тоже уже вообще все и потолки. Все снято, потихоньку разбираются. Я думаю, сегодня 24 октября. Ну, я думаю, осталось времени совсем немного. И мы, может быть, последние люди, кто делаем съемку вот этого объекта в таком состоянии. Вот, я думаю, что до конца года все уже будет демонтировано. Давайте мы поднимаемся в Святая Святых для всех, кто занимался самбо и дзюдо. Поэтому вот по этой лестнице входили тысячи, а может быть, и миллионы раз выдающиеся спортсмены. Ну, и хочется сказать, в том числе и один из первых российских, советских спортсменов, кто стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 1964 года, Олег Степанов, много раз поднимался по этим ступеням. И, так сказать, этот зал был для него родным. И вот, 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 вот мы входим в этот зал. Это зал ЦСКА, Дворца спортивных единоборств. Вот, вот, перед вами на татаме представители современности. Другой школы, не другой. Но, я думаю, что многие из тех, кто сегодня здесь вот собрались, это те, кто когда-либо все равно выходил на этот татаме и участвовал в мероприятиях или в тренировках здесь. Вот, Борис Бухтияров, все его знают. Ну, и там еще... Мы рождены в ЦСКА. Да, мы рождены в ЦСКА, вот, и мы поэтому здесь. Так, вот такие дела. Александр Хаустов вот там массирует ему спину. Настенька супруга. Настя, Настенька, повернись, Олд, смотри. Ну, на этом мы нашу экскурсию немножко по залу. Это зал, нет, зал-то. Спортивных единоборств заканчиваем. И дальше будет продолжение уже непосредственно с теми, кто здесь находится. Они расскажут, какие чувства они испытывают, посещая этот дворец спортивных единоборств. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей Козель. Сергей, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в этот зал дзюдо дворца спортивных единоборств ЦСКА? Ну, наверное, только одно. Горд, что я в этой семье родился, можно сказать, вырос и совершенствовался, и совершенствуюсь до сих пор, приходя сюда. Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Макеев. Александр, скажите, какие чувства вы испытываете, входя в этот зал дзюдо дворца спортивных единоборств ЦСКА? Чувства приятные, потому что тут проведена большая часть моей жизни в этом зале. Родные стены, которые, к сожалению, судя по всему, в этом году мы потеряем. И с каждым разом все как-то тяжелее это осознавать. А так, чувства хорошие, одни положительные эмоции, которые приобретены, были мною в этих стенах этого зала, моими тренирами, моими друзьями. Вот так вот как-то. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут, там, всякий Дмитрий. Дмитрий, вопрос. Какие чувства вы испытываете, входя в этот зал дзюдо дворца спортивных единоборств ЦСКА? Честно говоря, я испытываю чувство гордости, входя в этот зал. И мне очень приятно находиться с такими спортсменами, что мой близкий товарищ является тренером в этом клубе. Поэтому я испытываю только чувство гордости. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор, фамилия Сударев. Виктор, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ЦСКА? Ну, это наш второй дом. Здесь много друзей. Здесь много того, что человек получает в жизни. Это здоровье. И я бы сказал, ЦСКА вперед. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Хаустов Александр Андреевич. Александр, скажите, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ЦСКА? Самый теплый, потому что это дом. Здесь мы выросли, здесь первые тренера. Здесь, в общем, наша жизнь, одним словом. Здесь все друзья, здесь все игроки, здесь семья. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кабанов Дмитрий Борисович. Старший тренер города Москвы под дзюдо. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ЦСКА? Здесь очень такие чувства, на самом деле, они похожи на, знаете, как воспоминания, как когда ты в детстве вспоминаешь, попадаешь в какое-то место, и оно для тебя какое-то значимое, какое-то событие здесь происходило в этом зале. Поэтому вот те 90-е годы, когда мы тренировались, и в Москве, в принципе, ну, негде было особо выступать, и мы приезжали сюда. Для нас это как ностальгия, потому что мы уже в возрасте, уже люди работаем тренерами, и для нас нахождение здесь всегда было вот именно воспоминанием детства. Поэтому вот эта ностальгия, она остается очень, конечно, ну, очень тяжело понять, что этого уже не будет, что меняется все. Вот, и сколько соревнований, сколько разных мероприятий здесь было, какие выдающиеся спортсмены отсюда вышли, сколько спортсменов Москвы здесь собирались, добивались высоких результатов. И очень приятно, что Александр Ильич Хаустов, который продолжил, значит, эту школу, и вот на протяжении многих лет боролись ребята, выступали на международных соревнованиях, на всероссийских соревнованиях, добивались больших успехов. Вот, так что для меня это очень здорово, что мы можем здесь находиться и в последний, скажем, путь проводить этот зал. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Козеев. Александр, какие чувства вы испытываете, входя в зал отсюда от дворца спортивных единоборств ССК? Я чувствую ностальгии, воспоминания из молодости. Столько времени провели здесь, когда тренировались, когда были молодые, выступали здесь на соревнованиях, с детьми приезжал сюда, так же тренироваться уже, с учениками, так же тренироваться и выступали здесь на соревнованиях. Но первенство Москвы всегда здесь раньше проходили, поэтому чувства такие, ну, молодость вспоминаем. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Хаустов, Игорь. Игорь, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ССК? Чувство гордости, проведенное всю свою молодость здесь, добившись мастера спорта, тренера воспитал очень, ну, хороший человек, но друзья, ну, приобрел здесь. В общем, только одни положительные. Всегда захожу сюда с радостью. И не хочется, чтобы волновали. Спасибо большое. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Борис Бухтияров. Борис, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ССК? Нет, ну, я, можно сказать, в этом зале родился. Для меня это вообще зал, который нас всех воспитал здесь. Мы выросли в этом зале. И сегодня, конечно, чувства такие, что все рушит. Хотя наш президент обещал, что это намольное место, рады бить им и все. И на самом деле все это сносится, и никому не нужен. Спорт, ССК, в общем, будут башни строить здесь, на нашем месте. Мы доживаем вот последнюю, так сказать, неделю, две. Так что очень грустно. Какие еще чувства? Очень грустно, что наш президент пообещал, но забыл то, что он пообещал. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ваграм. Ваграм, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ССК? Ну, испытываю чувство гордости, чувство истории какой-то. Вдохновляет спортивный дух, который здесь присутствует. Ну, наверное, как это так было. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Репников. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, входя в зал дзюдо дворца спортивных единоборств ССК? Наверное, простого ответа на этот вопрос нет, потому что этот зал, будучи болельщиком, для болельщика, для любого болельщика это легендарное место, это кузница чемпионов. Для родителя, когда ты приводишь в этот зал своих детей, ты ожидаешь и связываешь какие-то надежды, чтобы ребенок стал успешным по жизни, стренировался с именитыми атлетами в зале и под руководством лучших тренеров. Для любого спортсмена, который входит в этот зал, на мой взгляд, он испытывает, для него это целая вселенная. И здесь его друзья, здесь его тренера, здесь победы, прежде всего, ежедневные победы над самим собой и победы на турнирах. А для ветеранов этот зал связан с тем, что их здесь всегда ждут, их здесь всегда уважают. Здесь хотят, чтобы они передавали свой опыт. И находясь в разных статусах, спортсмена, ветерана, родители, я испытываю разные чувства. Поэтому, безусловно, это целая гамма чувств. И я надеюсь, что со сменой зала традиции единоборств ЦСКА только станут крепче. Спасибо большое. Спасибо. Итак, мы сейчас находимся на игровой площадке Дворца спортивных единоборств ЦСКА. Здесь проходило много турниров под жудо. А сегодня здесь, наверное, это последняя баскетбольная игра жудоистов, которые когда-то выходили на татами в этом зале и участвовали в соревнованиях. Вот вы видите, здесь много-много разных спортсменов разных эпох, как из спортивного клуба ЦСКА, так и гости, и те, кто вообще когда-либо был в этом зале, в этом спортивном комплексе. Как я сказал, это, скорее всего, последняя, ну и, наверное, не так, что скорее всего, а это последняя игра дзюдоистов на этом паркете. Дзюдоистский баскетбол. Так, вы видите, в оранжевых маечках эта команда Александра Хаустова, тренера спортивного клуба ЦСКА, дзюдо, отделение, вот он с мячом, ищет кому отдать пас. Пауза небольшая, и вот хороший пас, и двухочковый есть. Сейчас, итак, продолжается матч. Видео, аут. Аут. Здесь проходит матч дзюдоистов, и это дворец спортивных единоборств ЦСКА, город Москва. Матч дзюдоистов, гостей сегодняшнего турнира. И в этом дворце спортивных единоборств ЦСКА это последний, последний матч баскетбольно-рэгбийный дзюдоистский, потому что это здание уже сносится, и, к сожалению, это уже исторические моменты, этого здания больше не будет. Но матч продолжается, и то сообщество дзюдоистов, которые когда-либо были в этом спортивном комплексе или на тренировках, или на соревнованиях, они сегодня здесь, чтобы проводить, так сказать, последний путь этот зал и оставить свой отпечаток в истории. А что ты еще не переоделся? Вот здесь, сейчас здесь играть, а это выше. А вы что, полеграем сейчас? На кильтры? Блин, ну вот, на один раз, где он отдал. Блин, ну вот, на один раз. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...